Привет! Ранее мы не раз вам говорили о том, что современной видеокарте нужно минимум 8 гигабайт видеопамяти. И сразу возникает вопрос, а на сколько времени хватит данной карты? Что случится с вашей 4060 примерно лет через 10? По объективным причинам провести тесты 4060 в 2030 году я сейчас не могу, но прошлое, ключ к будущему. У меня в руках в действительности уникальная видеокарта. Первый занимательный факт о ней в том, что она вышла ровно 10 лет назад. Второй. Эта видеокарта до сих пор получает самые свежие драйвера. Третий. Она имеет всего лишь 1 гигабайт видеопамяти. Не 4, не 6, не 8, а всего лишь 1. И как себя поведет старушка из 2014 года в современных реалиях? На связи МК, меня зовут Кирилл, смотрим будущее 8 гигабайтных видеокарт. Многие, наверное, удивились, как GTX 750 все еще получает свежие драйверы, если Nvidia пару лет назад выкинула за борт решение 6000 и 7000 серии. Все просто. Эта карта, как и 9000 серия на архитектуре Maxwell, и вышла она на пару лет позже большинства видеокарт своей линейки. Ее логичнее было бы назвать GT 940, но Nvidia уже тогда мухлевала с неймингом. Есть и более слабая GTX 745 на той же архитектуре Maxwell, но это совсем странное решение с 4 гигабайтами медленной DDR3 памяти. Нам же интересен минимальный объем видеопамяти, поэтому подопытной стала GTX 750 на 1 гигабайт, хотя чаще всего встречаются версии на 2. В GPU-Z характеристики карты выглядят игрушечно. Всего 512 вычислительных блоков и частота около гигагерца. Для сравнения, самая простенькая RTX 2050 имеет в 4 раза больше блоков. Зато шина, как у RTX 4060, те же 128 бит, но GDDR5 в разы медленнее GDDR6, поэтому скорость памяти лишь 80 гигабайт в секунду. И даже в такой урезанной видеокарте Nvidia не экономила на PCI-Express, доступны все 16 линий стандарта PCI-Express 3.0, что сравнимо с 8 линиями PCI-Express 4 у RTX 4060. А ведь мы уже проверяли, урезанная шина при недостатке видеопамяти крайне больно бьет по производительности. Nvidia явно знала об этом 10 лет назад и предпочла забыть сейчас. Самое главное, на карту действительно встает самый последний драйвер на момент записи ролика, а значит в теории должны запуститься все современные игры. Чтобы никак не ограничивать возможности карты, я использовал народный шестиядерный Ryzen 5500 вместе с 16 гигабайтами двухканалей DDR4 на частоте 3600 МГц. Все игры Windows 10 установлены на SSD. Начнем с бенчмарков. 3DMark Time Spy не сильно моложе карты, но даже в нем видеопамяти забито все. Однако, никаких проблем это не создает. Кадры в районе слайдшоу, но серьезных фризов и непрогруженных текстур нет. GTX 750 набрала почти 700 попугаев. Это вдвое меньше, чем у GTX 1030, которую DNS до сих пор умудряется продавать за 8000 рублей. Вы когда-нибудь видели 0 FPS на счетчике кадров? Запустите на 1 гиговой карте новейший 3DMark Steel Nomad. Но даже в режиме слайдшоу GTX 750 добросовестно отрисовывает все текстуры и эффекты без мыла и артефактов. Результат по бенчмарку смешной. Один кадр в секунду явно намекает на большие проблемы в современных играх. Но встает главный вопрос. Что же это за магия такая? Как видеокарта смогла запихнуть требуемое для теста 6 гигабайт памяти в один? Да все очень просто. У карты на самом деле 9 гигабайт памяти. Производители давно подстраховываются и позволяют видеокартам при недостатке собственной памяти использовать вместо нее оперативку. Зеленые карты могут забрать себе до половины доступной АЗУ. А значит если в ПК стоит 16 гигов памяти, GTX 750 может замахнуться сразу на 9 гигов. А если установить 32 гигабайта оперативки, то GTX 750 подрастет до 17 гиговой версии. Трепещу! RTX 4080. Но не все так радужно. Во-первых, такая память физически далеко. А значит возрастают задержки доступа. Во-вторых, даже если у вас стоит DDR5 на 100 гигабайт в секунду, упор будет в PCI-Express. 16 линий 3.0 и 8 линий 4.0 дадут только 16 гигабайт в секунду, через которые к тому же нужно гонять данные между GPU и процессором. Даже в случае со старенькой GTX 750 доступ к оперативной памяти будет почти в 4 раза медленнее, чем к собственной видеопамяти. А для современных карт разница будет на порядок. И в-третьих, в видеопамяти все равно должен помещаться необходимый минимум файлов движка для запуска игры. В итоге, GTX 750 оказывается идеальнейшим кандидатом для проверки будущего видеокарт небольшим объемом памяти. Во-первых, мы исследуем вариант экстремальной нагрузки на PCI-Express слот, когда по нему карта вынуждена гонять еще и огромные массивы данных в оперативку. Во-вторых, мы с вами ответим на вопрос, хватит ли 1 гигабайта для запуска всех современных новинок. Во-вторых, мы посмотрим, как это влияет на геймплей, если баги, вылитые артефакты, непрогруженные текстуры и т.д. Начнем сразу с новинки – горизонт забытого запада. На удивление, свежий порт хита Sony на ПК даже не рогнулся на карту десятилетней давности, но и поиграть нормально не дал. На всех минималках в 720 кадры прыгают около 10. Временами игра превращается в слайдшоу при 5 фпс. При этом никаких долгих фризов нет и все текстуры в порядке. Да, размытые листья – это не артефакты, а всего лишь норма для очень низких настроек графики. Так что 1 гигабайта видеопамяти данному движку хватает. А значит, в будущем в теории можно запустить на этой малыхе даже Death Stranding 2. Однако ждать какой-то играбельности не стоит. Даже сейчас видно, что тащить кучу гигабайт текстур из оперативки у видеокарты получается плохо. А вот Хогвартс порадовал. Несмотря на всю критику плохой оптимизации, движок у игры отличный и позволил совершить маневр вниз на Nintendo Switch с 4 гигабайтами общей памяти. Поэтому на 1 гиговый GTX 750 геймплей на удивление стабилен. Можно получить 13-15 фпс на низких настройках в HD без слайдшоу и фризов. При этом по нагрузке получается двойное комбо. 16 гигабайт ОЗУ в таком режиме тоже не хватает. Но даже это не привело к проблемам. В общем, если ты олдовый геймер и включать апскейлеры при 720p для тебя не проблема, то Хогвартс даже можно пройти на средичке 10-летней давности. В Forza Horizon 5 лично я не сомневался. Это эталон оптимизации. Игра отлично идет даже на слабиком Xbox One из эпохи, когда 1 гигабайт видеопамяти был нормой. Поэтому на GTX 750 проблем никаких. Игра, конечно, ругнулась на неподдерживаемую карту, но спокойно запустилась. Forza даже не стала жаловаться на недостатках видеопамяти. Видимо, поняла, что с такой картой эта табличка будет висеть вечно. Непрогруженных текстур и фризов нет. Так что при желании игру можно пройти даже на 1-гиговой карте и получить удовольствие. Ух, следующий момент я пытался тянуть как можно дольше. 2077 киберошибок. Помните мемы, когда Киберпанк только вышел на PS4? Забудьте, CD Projekt за 3 года идеально отполировали игру. Никакого мыла, никаких фризов, все текстуры на месте. Более того, средний FPS по матчмарку аж 20 кадров. При желании можно обмазаться апскеллером и пройти игру на 1-гиговый GTX 750. Вот что оптимизация животворящая делает. Что лучше, iPhone 15 или GTX 750? Проверим в четвертой обители зла. 1-гиговой карте больно, игра даже на минимальных настройках графики в HD требует в 4 раза больше памяти, чем может дать бедная GTX 750. Однако, резидент смог не просто запуститься, но даже выдал вполне играбельные, но нестабильные 30 FPS. Сравнимо с новым яблоком. Картинка, конечно, выглядит бледно, но все текстуры на месте и фризов нет. При большом желании даже можно попробовать пройти игру. Тропическому Far Cry 6 уже пара лет, но эта игра оптимизировалась под карты AMD. Будут ли проблемы у 1-гиговой зеленой карты из прошлого? Как показал бенчмарк, никаких. В Full HD на низких настройках можно получить около 20 FPS без фризов и мыльных текстур. При желании можно включить FSR первой версии и добиться стабильных 30 FPS. Doom Eternal интересен своим уникальным подходом к хранению текстур. Вместо множества мелких файлов они хранятся в одной огромной мегатекстуре с разрешением в сотне мегапикселей. И движок в нужные моменты показывает на экране необходимый кусок. Плюс такого подхода нет фризов от подгрузки текстур. Минус, нужно хранить в видеопамяти несколько гигантских файлов, а места у нас как раз таки и нет. Но для движка ID.Tech это не проблема. Он умеет хранить мегатекстуры в оперативке, а ее у нас много. В итоге в Full HD на минимальных можно получить вполне стабильные 30 FPS. Управление конечно желейное, но даже в таком жестком случае фризов нет. При желании с геймпада можно пройти свежий Doom на 1 гиговый GTX 750. Gwin с лишними механиками есть в двух версиях. Оригинальный с DirtX 11 и Next Gen на DirtX 12. Второй правда запускаться не захотел, а вот пастген с версии никаких проблем. Да, гигабайта памяти третьему Ведьмаку явно мало, но он всего на год моложе карты. Поэтому худо-бедно консольные 25-30 FPS на минималках Full HD получить можно. Никаких проблем с текстурами и артефактами нет. На момент выгода Ведьмастер мало у кого шел нормально. Так что результат можно назвать даже играбельным. Next Gen третьего Ведьмака не единственная игра, которая отказалась стартовать на GTX 750. Порт один из нас, второй Hellblade и Helldivers ругались на отсутствие поддержки DirtX 12. Хотя в GPU-Z она есть. Все дело в том, что карты Max Solo вышли за год до релиза последней версии графического API Microsoft. И поэтому они знать не знают, что это такое. Nvidia программно прикрутила им базовую поддержку DirtX 12, но лишь на старом уровне 11.0. А многим играм уже нужно в современной 12.0 или даже 12.1. В теории выход есть. Попробовать симулировать свежие версии DirtX 12 через низкоуровневый вулкан при помощи протона. Но увы, если на GTX 1000 на линейке эта шалость работает, то вот на Maxwell'е уже нет. Видимо, здесь и вулкан поддерживается лишь на базовом уровне. Поэтому, если игра не хочет стартовать на GTX 9000 на линейке и ругается на отсутствие поддержки DirtX 12, выход только один – брать свежую карту. И под конец бесплатный киберспорт. Все эти игры и так хорошо оптимизируются под старые компьютеры. Вот мы с вами и проверим, как они себя победут на карте 10-летней давности, да еще и с одним гигабайтом собственной видеопамяти. Для легендарного ореха GTX 750 подходит без проблем. На минимальных настройках графики в Full HD можно получить около 60 фпс без фризов, инпут лага и проблем с текстурами. Да, это квадратная круглая бочка с несчитаемыми надписями, не баг, а фича. И вообще, в киберспорт не за графикой ходит. Папкам ситуация аналогичная. Игру довели до ума и в Full HD на очень низких настройках графики можно рассчитывать на 40-60 фпс. Картинка, конечно, выглядит печально, но и карта далеко не RTX 4090. Тормозов и текстур из ранних 80-х замечено не было. При желании можно играть, да и всегда есть возможность совершить маневр вниз по разрешению. Обновленный CS2 заметно подяжелел, но все равно остается по зубам 1-гиговый GTX 750. В Full HD на минималка кадры временами заходят за сотку. Нет никаких проблем с отзывчивостью и текстурами, так что мешать играть вам будет только ваша примоторук. Даже снижать разрешение нет смысла. Фпс ниже 60 не падает. Дота – единственная игра, которая помнит, на каких утигах ее могут запускать. На минималках она потребляет всего 600 мегабайт видеопамяти, выдавая под 150 фпс на радость владельцам быстрых мониторов. И даже на ультра-настройках в Full HD кадры держатся около 60. Играть комфортно, но памяти, конечно, уже не хватает. Результаты же тестов меня немного удивили. Во-первых, хочется отметить то, с какой легкостью она все запускает. Из какого-то пака игр, которые я обычно проверяю при тесте видеокарт, она большинство игр запустила. Почти во всех можно в самой игре что-то поделать, а некоторые даже пройти. Да, были 3-4 игры, которые отказались запускаться из-за Atari X12, но в большинстве случаев все хорошо. Результаты тестов меня приятно удивили. Я был готов ко всему, к багам, к артефактам, к вылетам. Но по факту я получил видеокарту, которая не то что запускает новинки, так еще и в большинство из них можно спокойно поиграть. Конечно, 2 гигабайта видеопамяти сейчас уже мало, но даже такого смешного объема хватает всем современным игровым движкам. И с одной стороны, нужно сказать спасибо разработчикам. Мы их все ругаем за слишком высокие системные требования, а на деле они ужимаются даже под такие старые затычки. А с другой стороны, NVIDIA, которая настолько хорошо оптимизирует свой драйвер, что даже простенькая GTX 750 способна текать из оперативки в разы больше объема собственной видеопамяти. Без вылетов и багов. Во всех тестах упор был именно в видеочип. Поэтому спешу обрадовать всех владельцев RTX 3070, RTX 4060, RX 7600. Скорее сам чип перестанет тянуть игры, чем 8 гигабайт видеопамяти станет для вас проблемой. Старушка GTX 750 это отлично доказала. Что ж, вот такой ролик получился. Надеюсь, он для вас был полезен. А я напоминаю про нашу группу ВКонтакте, Телеграм в канале. Видимо, я по-другому уже не перестану говорить. А с вами был я, Кирилл Чернов. До встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok